К началу 2015 года жилья в Тельвиске станет больше. 36 квартир будут построены по заказу администрации Заполярного района уже к концу этого года. Кроме того, в селе активно строят индивидуальные жилые дома, причем не только местные, но и горожане. Подробнее о строительном буме в Тельвиске в нашем следующем сюжете. Стоимость земельного участка в 10 соток в Тельвиске сегодня может достигать миллиона рублей. Все потому, что желающих обосноваться в селе становится больше. На некоторых участках, отведенных под индивидуальное строительство, уже имеется инфраструктура, подведены газ и электричество. Многие новострои появились в селе благодаря окружной программе «Жилище». Получая государственную поддержку, люди могут купить квартиру в городе, либо построить дом в населенном пункте. Воспользовалась программой и семья Кустышевых. Признаются, поддержку получили значительную. Определенная сумма на человека. У нас на четверых вышло порядка 1 миллиона 800 тысяч рублей. Естественно, на строительство дома этого не хватит. Пришлось еще заемными пользоваться. Но стараемся, строимся. 33 семьи из Тельвисочного муниципалитета ждут своей очереди на получение социального жилья. Расселить многих очередников смогут уже в начале 2015-го. Новый 24-квартирный дом обещают построить до конца осени. Его возведение обойдется в 70 миллионов рублей. Деньги на строительство дают нефтяники. Правда, с последними платежами затягивают. Я думаю, что это обычные бюрократические процедуры. То есть, это просто затягивается. В договоре четко написано, что в течение 10 дней от момента предоставления актов, подписанных в определенном последовательности, должны быть произведены проплаты. То есть, мы ждали денег уже, там, 21 миллион. Сумма немалая. То есть, для нашего предприятия мы ждали этих денег 5 июля. Чтобы не нарушать сроки, Нарин Марстрой закупает материалы и оплачивает работу из своих средств. Еще один объект – 12-квартирный дом. Строит Нарин Мар-Окргаз. На предприятии уверяют – мерзнуть в нем не будут. Проект адаптирован для северных территорий. Достаточно отлащена бруса. Он составляет 180 миллиметров. Плюс идет утепление стен наружные и обшивка его сайдингом. То есть, по теплопроводности он будет достаточно эффективен. Потери будут сведены к минимуму. Сдать дом в эксплуатацию должны уже в декабре текущего года. В нем разместят телевисочных погорельцев.